друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку как девочкам так и мальчикам ну что собственно а мы с вами возвращаемся к нашим баранам продолжаем с вами обсуждать сегодняшний киношедевр уралки и сарафана кто не смотрел у меня уже первая часть моего обзора на сегодняшний друзья мои марлезонский балет уралки и сарафана вышла зайдите посмотрите ночью продолжаем с вами да там вы знаете был такой интересный момент кстати забыла сказать когда уралка рассказывала да а вот кому там лень но я это все обсудила вот по поводу лени да мне хочется сказать сказала та самая женщина которая просыпается в районе обеда и которая друзья мои по словам сарафана и она подтвердила этот факт вы знаете вот не успевает готовить обед представляете она еще там что-то толкает какие-то речи про какую-то лень матушку уралка забегая немножко вперед ты знаешь скажу тебе что вот опять же умный человек да человек который много что умеет много чего может да он всегда в себе будет сомневаться в чем-то где-то как-то да вот только такие недалекие которые все делают тяп-ляп сквозь спустя рукава и сквозь пальцы только вот такие которые да как говорится ничего из себя не представляют вот только такие всегда в себе уверенно не то что на все 100 а даже на все 200 им не стыдно показывать то что они показывают да ребят когда я сегодня посмотрела вы знаете вот это мясо в горшочках да конечный так скажем результат и уралка сказала а вы такое делаете напишите в комментариях уралка нет мы такой хернёй не страдаем ты знаешь у нас мясо в горшочках получается цивильно симпатично аппетитно и очень вкусно а у тебя даже внешний вид такое ощущение непонятно что напихала туда помидорчиков которые дали огромное количество воды и в итоге у нее получилось не запеченное мясо да с овощами в духовке в горшочках а непонятно какой то то ли суп то ли то ли второе что-то такое знаете нечто среднее да среднее но в общем да ладно обо всем по порядку вы знаете мне понравилось как она и кстати вот эльза здесь была права когда она написала мне этот комментарий на ютубе она говорит галь смотри обрати внимание говорит она просит да вместе с сарафаном девочки ну наши девочки ну девочки скидывайте что вы там готовите в телеграм-канале девочки мы ждем скидывайте скидывайте да мы то с вами друзья мои да но опять же каждый судит по себе да мы то без без как говорится ни сном ни духом да когда вот у нас там что-то девчонки мальчишки начинают у меня там в телеге что-то скидывать да там кто где живет какие-то там города красивые места это все приятно посмотреть да или если там даже кто-нибудь там что-то предлагает а давайте вот это давайте вот это да как то вот все равно у нас всегда есть какая-то инициативная группа да и там в основном всегда общаются одни и те же ребята то есть они уже на своей волне мы уже знаем да всех друг друга и так далее даже задней мысли нет с какой-то подковыркой все сделать а тут девочки на радостях начали скидывать ей девочки уралкина вот эти вот да начали скидывать ей значит там кто там что приготовил да обеды там завтраки ужины да кто-то скидывал свои там накрытые столы и так далее на что уралка нет бы сказать и похвалите сказать да какие вы молодцы да какие у вас накрытые столы были да да спасибо что делитесь с нами частичкой своей жизни да мне очень понравилось да вот это вот это я возьму на заметку и так далее нет ребята нет она даже здесь все сделала знаете с двойным будучи с двойным дном вот она человек с двойным дном то есть когда у тебя на морде масочка есть огромное количество таких людей знаете они утепуси сюси муси со всеми а чуть за спину и все и такая грязь с них льется так вот друзья мои уралка вот эта наша фефочка девочка да она тоже из этой же категории людей и она не просто так оказывается просила чтобы девочки все это дело у нее в телеграм-канале выкладывали они выложили она сказала да 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 говорит я думала только мы так много едим оказывается и наши девочки все точно так же много готовят и точно так же много едят ребят вы знаете мне понравилось как эльза сделала на этом акцент сказав что галь вот она написала мне в комментариях на ютубе под моим предыдущим обзором она горит галь посмотри то есть она девочек своих живут этих вот зрительниц которые ее там нацеловывает вовсюду а в том числе и в пятую точку она вместо того чтобы их похвалить она их опустила сказав да не только мы жрем да и вон там тоже у меня весь телеграм-канал обжор сидит да сказала уралка так про своих девочек из телеграм-канала ну что ну что кошелки девочки уралкины я вас поздравляю фефочки вас в очередной раз опустили ниже плинтуса поздравляю шарик ты балбес это все вам да все эпитеты для вас не благодарите прекрасную галинку-малинку от вас мне ничего не надо ни благодарности ничегошеньки ничего даже близко ну а по поводу того что вот писали писали некоторые пишут комментарии да туда-сюда галя смотри там такая реакция пошла уралки в комментариях там хомяки рвут и меч от уралкины все 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 там от ее ребята я вас умоляю такое было уже миллионы раз я уже об этом говорил да не ведитесь вы на эту шнягу господи да завтра она поедет куда-нибудь там куда она там собралась ехать да мы уже об этом говорили и будут ее эти же хомяки которые есть сегодня там значит в тык вставляли они завтра ей будут лизать опять все места и во все места как говорится да все это мы уже проходили вы как вот знаете вот такие наивные вот прям вот правда вот хочется сказать как в анекдоте да такой большой веришь в сказки не надо верить в эти сказки у них нет понимаете если бы у них была гордость о чем вы вообще речь ведете уже такое было миллионы раз там они ей написали написывали на следующий день она там что нибудь сделает бац смотрите как я к обдугане отношусь смотрите а вот мы кошечку покормили да смотрите мы собачку покормили смотрите вот мы а вот и по постельная да там кому-то там отдаем раздаем и так далее чего никогда не было это все это это все на раз-два как говорится да поэтому чё хочу сказать все это белыми нитками шита все это понятно все это уже известно все это мы проходили миллион раз поэтому я вот в эти моменты не верю я уже слишком долго нахожусь на ютубе в качестве блогера обзорщика а блогер обзорщик помимо того что это пересказ увиденного услышанного это анализ действий поступков твоих героев антигероев и так далее да это все таки многие многие моменты поэтому человека видно вот на раз-два я знаю уже что будет дальше ну а если даже там три человека от нее отписалась то завтра те же там три человека или пять человек на нее подпишутся и потом я что хочу сказать а уже пол что они из себя представляют было видно тогда когда они отличились на новый год и тогда когда сарафан оскорблял славянских женщин в прямом эфире когда он факи показывал да когда он матерился матом посылал на три веселые буквы тогда уже нормальные достойные люди ушли бы от них раз и навсегда раз и навсегда они по сегодняшний день продолжают сидеть и как раз таки оправдывать их действия и поступки везде в социальных сетях даже говорить на эту тему не хочу я не верю в этот бред собачий ладно ребят у каждого свое мнение как говорится каждый останется при своем мнении но завтра уже или послезавтра все уже поменяется прям вот посмотрите сами да значит что я мне понравился момент значит так что там был это господи а у аллочка рассказывает ой в детстве опять про детство в детстве всегда вот у нас всегда по выходным всегда был пирог с картошкой да картошки у нас было вдоволь в доме и был всегда пирог с картошкой бюджетный такой простой картошка пирог да ну и заметно уралка уралка собственно как говорится вот как говорится вот она такая какая какая есть да когда она говорит я вот что я что вот я типа всегда была такой смысле что родилась 200 килограмм бредятина полнейшая короче ела она всегда хорошо и то что она поправлялась ее это нисколько не смущало да некоторые следили за собой она за собой никогда не следила и даже в детстве и опять все разговоры про детство про еду все как обычно мне понравился момент когда она значит уже этот пирог там начала собирать да и он говорит а перец но она так посолила сверху картошку там туда-сюда с лучком а она говорит так я ж перец никогда говорит не кладу ты что говорит она горит не ложу не ложу не ложу да а она говорит ты что не помнишь он ей говорит нет сарфан ты чё еще и амнезийный как-то рановато ты знаешь учитывая все-таки твой столь юный возраст масик ты наш да рановато чё-то ты стал сдавать свои позиции так ты знаешь долго не протянешь да хотя я про то что ты амнезийный говорила уже миллион лет назад но все-таки это выглядело смешно уралка вообще вот мне интересно да как то вот любимый пирог твоего мужа а муж нифига не помнит как говорится мышей совсем сарафан ты не ловишь да смотри откажется от себя уралка променяет себя вон поедет к солдатикам найдет себе какого-нибудь замечательного ростом да как говорится под два метра касаясь сажень в плечах мускулистого симпатичного молодого да знаешь так его эх какой твой пол шестого там как говорится даже близко не прокатит смотри сарафан вот зря зря везешь свою любимку прямо в руки так скажем до молодых здоровых крепких парней как знать уралочка уралочка у нас такая знаете любительница как говорится да да хочу она же про сарафана уже всегда говорит стар да млад стар да млад да она говорит вот млад про дугани а про сарафана горится стар да она уже на него смотрят собственно и сарафан я хочу сказать живя с уралкой прям вот знаете вот про женщин говорят обычно а бабилась да вот бывает вот молодая девчонка да то ну допустим лет 30 а вот смотришь и думаешь блина какого-то вот как будто знаете какого-то неопределенного возраста да вот как-то вот прям сразу обабилась, да, то есть вот нет какой-то женственности, которая бывает в женщинах там и в 50, и в 60, да, и, ну, сами понимаете, а здесь прям как-то вот он, знаете, сразу вот как-то вот превратился в деда, вот прям резко раз, как говорится, и в дамках, да, так вот, друзья мои, да, у сарафана любимый пирог, но он не помнит, поперчила уралка или нет, должна ли она перчить, а говорит, ты что, не помнишь, он говорит, нет, в общем, что хотела, говорит, хочу сделать еще и хачапури, на что сарафан тут как заорет, говорит, не надо, сначала это дейди, ребят, я знаете, что подумала, думаю, что опять они это есть особо-то и он не хочет, ему хочется есть где-нибудь в столовках, да, вот в этих узбекских забегаловках, куда они ходят, да, где много и дешево, да, опять же там за рекламу и так далее, да, где-нибудь в фастфуде, он уже уралкину еду-то и есть особо не хочет, поэтому услышу про хачапури, он не, не, не надо, потом сначала доедим, да, 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 доедим и все. Она говорит, ой, пирожочек-то какой, какой пирожочек и маслица надо, маслица картошечка любит, маслица любит картошечка, да побольше, да кусочек побольше, вот так, и еще, вот, теперь смазываем, смазываем, вот у нас и пирожище готов почти, да, друзья мои, у нас, оказывается, маслица не уралка любит, а пирог, ей сказал, Ола, я пирог, я передаю тебе привет, да, от белого бычка, и, собственно, я люблю масло, да, уралка у нас вообще ничего не любит. Далее решила приготовить вот эти, собственно, значит, в горшочках мясо с овощами. Индейку взяла, да, я так понимаю, что теперь, раз уралочке красное мясо нельзя, значит, сарафан с обдугани будут тоже сосать лапу вместе с ней. О, дюньки, и дюньки, кричит сарафан, тоже надо. На тебе мясо, дунечка, и дала уралка дунечке маленький, прималенький, манюсенький кусочек. Уралка, а где полкрыга мяса? Мы что-то не поняли, да? Она говорит, ой, ой, а себе я еще захотела капусты, капусты хочу. И вы знаете, в этот момент, друзья мои, нам, говорит, тут писали, да, сарафан, нам пышут. Ребят, я уже не могу больше это слышать. Что, говорит, вы тут дуне даете по 20 грамм мяса, да? Она говорит, вы что, вы что, мы же за кадром, знаете, как ей даем? Она у нас, знаете, как наедается? Вон, пуск это все в хозяйку. Уралка, ну, не сочиняй сказки про белого бычка. Дуне до тебя, конечно, очень-очень далеко, да, вы в разных весовых категориях, ну, уж если на то пошло, так вот. Ну, что хочу сказать, ты знаешь, вот кошка, да, она опять же сама чувствует, если ее всегда вовремя нормально кормят, если всегда есть доступ к еде, да, и она, ей не надо бежать, то есть она поела, и она отошла от миски. Даже в миске осталось, вот как у меня, допустим, вот у предыдущей моей кошечки, да, которая прожила у нас 22 года, и у этой моей кошечки, да, то есть она поела, и она отошла, у нее спокойно остается еда, она знает, что ее всегда кормят, наедаются те, которые боятся, что их перестанут кормить, там, или еще что-то, или которые были взяты, там, да, помнят свои, как говорится, вот, там, взяли с улицы, там, подобрали и так далее. А у меня так вот собака была, которую я подобрала с улицы, да, на заправке ее приехала, на машине нашла, и вот у меня собачка, вот моя, она, да, она тоже всегда, вот всегда хотела есть, всегда, она боялась, вот то, что она поголодала какое-то время, но дело не в этом. Так вот, Уралочка вот говорит, да, вот мы ей там даем за кадром и так далее, Уралочка, сколько раз мы видели такие моменты, когда Дуня еще хочет поесть мяско, да, еще лапкой вот так вот делает, ну, все, все, Дуня хватит, хватит Дуня, Дуня хватит, ну, понятное дело, Уралочка знает, когда хватит всем, да, и об Ду наелся, огромная шаверма была, и сарафану хватит, нет, вернее, только ей и сарафану никогда не хватит. Ну и, собственно, что, начала там рассказывать, а, и тут же, и тут же, ребят, опять они повторяют, вот о чем, о чем мы с вами уже сегодня говорили. Девочки, говорит, быстро меня на операцию положили, к пластическому хирургу, да, да, быстро, вот, говорит, фантазерки. И еще раз, на минуточку, для тех, кто не понял, это она говорит про своих зрительниц, которые пели ей дифирамбы и писали ей хорошие комментарии в телеграм-канале, да, имеется в виду, на которых она сегодня наплевала, поржали над ними те ее хомячихи, которые пели ей дифирамбы. Она говорит, да, да, какие фантазерки, он говорит, да, быстро они у нас в бан отправились. И мне, мы сегодня переписывали с моими девчонками, да, я же сказала, что я видела все эти, я же обсуждала по горячим следам, прям вот эти, из телеги, где вот ее там про пластику, про резекцию, да, и мне, не помню, то ли Лена кто-то написал, говорит, Галь, так она же, говорит, сама лично там отвечала, говорит, комментарии, голосовое сообщение отправляла, что да, да, я знаю, у меня такая-то проблема, я говорю, точно, я забыла об этом сказать. Она же сама с этими, со своими девочками в телеграм-канале, когда они начали ей писать по поводу вот этого всего, пластической хирургии, да, по поводу резекции желудка, по поводу липосакции, она же им сама отвечала. Уралка, то есть ты, получается, была в каком-то невменяемом состоянии, возможно, ты поддала и забыла, что ты им там отвечала, да, а потом, когда ты очухалась, отошла, как говорится, от этого дела, да, от бухлишка, бухлишка тебя отпустила, ты решила все, девочек забанить и так далее. Ну, вообще, ребята, я просто в шоке, представляете, то есть, да, сама с ними, да, да, сама им отвечала, сама им поддакивала, а потом, говорит, они такие фантазерки. Вот обратите внимание, ведь это все она сказала про своих зрительниц, которые ей пели дифферамбы в телеграм-канале. Я опять же скажу, мне их нисколько не жалко, вообще нисколько не жалко. Далее. Далее рассказывает, что Абдугани ходил в магазин за хлебом, а вот, говорит, да-да, денежку он себе берет, вот за то, что он ходит там в магазин, там за хлебом, Абдугани такую капусту принес, я вообще обалдела. Она говорит, да-да, хлебушек серый, чтобы и мне можно было есть. Ребят, я обалдела. Уралочка, тебе вообще на хлеб смотреть нельзя, за ты есть его еще собралась. Она говорит, вот он ходит в магазин и за это получает денежку и складывает ее в свою копилочку. Ну да, Уралочка, как я уже когда-то сказала, наверное, копит, копит на свободную жизнь без вас, мечтает свалить по тихой грусти от вас. А Сарафан говорит, так все, иди-иди, иди читай, говорит он Абдугани. Сарафан, тебе самому бы вместе с ним не помешало бы как раз-таки почитать. Вот поставил бы штатив, пусть бы Уралка сидела бы, пилила контент, да, а ты бы пошел почитал вместе с Абдугани. Глядишь, и знаешь, все-таки что-то сдвинулось с мертвой точки. Ребятки мои хорошие, продолжение следует. Всех целую. Продолжение следует...